В счетах, пришедших в январе, сумма за отопление выросла в два раза. Теперь Александра Сковороднева не знает, где взять деньги, чтобы оплатить только эту квитанцию. Ведь это большая часть ее пенсии. А в этом месяце вот эта сумма 7529 рублей 78 копеек. Как будто за два месяца. Александра Николаевна инвалид третьей группы. И каждый месяц вынуждена покупать дорогостоящие лекарства. При этом пенсия женщины всего 13 тысяч рублей. На что жить после оплаты квитанции пенсионерка не знает. Надеется Александра Николаевна только на помощь своих сыновей, которые покупают для нее продукты. И не оплачивать в суд подадут. Я не знаю, как жить даже. Вот сколько у меня лекарства. Я болею. Сколько у меня лекарства навалено, целые кучи. Отдаю все деньги. То один сын принесет чуть-чуть поесть, другой пакетик принесет. В таком же положении оказались и другие жильцы дома номер 5 по улице Советской. Большинство из них пенсионеры. Суммы в квитанциях стали расти еще в ноябре. Тогда владелец двухкомнатной квартиры Анатолий Акуньков заплатил за отопление 3,5 тысячи рублей. Получив счет за декабрь, мужчина не поверил своим глазам. Хотя бы морозы были. А то и морозов-то еще не было. 7,5. Первый раз это такое вот. Почему? Что такое? Не знаю. Никто ничего не говорит нам. Жители говорят, что два года назад коммунальные платежи были более низкими. Тогда поселок отапливала не новая газовая котельная, а старая фабричная, которая работала на мазуте. Ну вот уже как второй сезон у нас построили новую котельную и запустили ее. От нее питаемся. Теперь за отопление в поселке отвечает компания «Владимир Теплогаз». Жители считают, что резко увеличившиеся цифры в квитанциях могут быть связаны с ростом тарифа поставщика услуги. А вы им звонили, что они говорят? Ничего они не говорят. Ничего не говорят. Не объяснили никак? Нет. Представители компании «Владимир Теплогаз» объяснили, тариф за отопление значительно не менялся. Сумма в квитанциях набежала по общедомовому счетчику. То есть сколько потребили, столько и заплатили. Теперь к цифрам. В ноябре объем поставленной тепловой энергии составил 51,4 гигакалории. В декабре 121,3 гигакалории. То есть отсюда и разница по гигакалориям более чем в два раза. Но как так вышло, что счетчик показал такие гигантские цифры, понять пока не может никто. В администрации поселка о проблеме знают. Местные чиновники тоже озабочены ростом платежей и обещали посодействовать в решении вопроса. Администрация со своей стороны запросила Владимир Теплогаз в температурный график за декабрь месяц, чтобы отследить, как происходило отопление по наружному воздуху. Может быть что-то со счетчиком. Сейчас как раз надо все разбираться. Может быть переток какой-то был. Многие жильцы уже оплатили квитанции. Но люди надеются, что администрация выяснит причину подорожания услуги. Если произошел сбой в работе системы, жителям обязательно сделают перерасчет. Чиновники обещали держать ситуацию на контроле. Григорий Кошкин и Андрей Беляков. Губерния 33.